всем привет я здесь выложил было список своих любимых певцов там где я выкладываю ролики и такая какая-то поднялась непонятная не то чтобы буря но непогода друзья мои я хочу вам сказать что те фамилии которые я там публикую это мои любимые певцы это не значит что это самые лучшие певцы в мире это не значит что у них самые лучшие на свете голоса это не значит что они поют громче всех хотя есть там и такие их там много это просто мои любимые певцы если там нет имени роберт и фамилии плант это не значит что я не люблю группу лодзопин я ее очень люблю просто роберт плант как певец не входит в список моих самых любимых певцов вот такой парадокс бывает постарайтесь сделать на эту скидку это просто то что мне нравится больше всего это не самые лучшие исполнители в мире кстати говоря я вас уверяю когда задается вопрос а где же там джо лин тёрнер да не будет там джона лина джо лина тёрнера потому что я его не люблю просто слушать это не значит что он очень плохой но на всякий случай скажу что дмитрий хворостовский все равно лучше вот и все и на этом можно закончить разговор о том кто лучше поет кто лучший вокалист кто мощнее мощнее хворостовский мощнее ребята все остальное это просто то что нравится или не нравится но помимо вышесказанного очень много пожеланий предложений вопросов с просьбой осветить какую-нибудь пластинку той или иной группы я иногда иду на поводу как и сейчас я иду на поводу и вот у меня пластинка группы ес под названием the ladder 1900 если не ошибаюсь 99 год я могу ошибаться потому что последние годы я вообще не придаю значения в каком году вышла тот или иной альбом я слушаю музыку на годы мне вообще наплевать совершенно но вроде бы 99 the ladder довольно скромное сказать оформление хотя любимый роджер день который оформлял большинство пластинок группы с не все но подавляющее большинство что я могу сказать об этом альбоме это не самая любимая пластинка группы с но вообще спрашивать меня а из это не то чтобы не корректно но вопрос имеет один единственный ответ да мне нравится потому что и сама не эта болезнь я заболел этой болезнью когда учился еще в школе услышав альбом relayer это первое что я услышал отъезд потом уже пошло все остальное и я до сих пор люблю эту группу и буду любить ее всегда потому что ну потому что вот я уже говорил что подцепил этот вирус ес и все и эта группа моя есть пластинки которые мне нравятся больше есть пластинка которые мне нравятся меньше но как сказал один умный человек даже самый плохой секс это все равно очень хороший секс вот даже самое на мой взгляд не интересная пластинка группы с она все равно очень хорошая пластинка потому что шкала оценок идет уже внутри группы с которая уже выше много чего другого а внутри вот этой шкалы уже там это лучше это хуже это слабее это сильнее но в целом вот это все это выше и сильнее чем много чего другого так вот the ladder это не самая слабая для меня на мой взгляд пластинка группы с но она вызывает двоякое ощущение у меня потому что кажется когда начинаешь его слушать кажется что музыканты перед записью этой пластинки как минимум год отдыхали на канарских островах а то и на карибских да и оттянулись там полностью набрались сил загорели соскучились по студии по инструментам и накинулись на музицирование яростно весело бодро в припрыжку тут кстати есть такие моменты когда хочется в присядку пуститься такие музыкальные бриджи когда оба и хочется прямо так ля 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 да но на самом деле история была другая у них был тур который длился 12 месяцев они продвигали свой альбом open your eyes который мне безумно нравится хотя критики вы не приняли и слушателям тоже он не очень понравился на мой взгляд это прекрасная пластинка но это мое личное мнение и еще не закончив этот тур они уже начали искать продюсера как же его звали брус файберн по моему если я не ошибаюсь канадец начали уже с ним общение файберн записывал таких монстров как бон джови как кис кого-то там еще но на самом деле достаточно сложная работа достаточно требующая большого опыта большого мастерства чтобы что-то сделать из группы бон джои слушабельно это нужно конечно постараться ну они тем не менее нашли друг друга файберн согласился работать съезд и как только закончился тур они начали репетировать тут же файберн ходил на все репетиции чем потряс музыкантов группы с они говорили что впервые столкнулись с тем чтобы продюсер сидел на репетициях многочасовых слушал отслушивал подсказывал просил андерсона переписать какие-то строчки даже в тексте то есть так вдумчиво подошел к работе и записал отлично надо сказать прекрасная запись по качеству шикарная одна из не скажу что одна из лучших но она высочайшего качества конечно уровня и случилось так что в процессе сведения альбома файберн умер неожиданно у себя дома от сердечного приступа еще сравнительно молодым человеком что конечно шарахнуло по головам музыкантом группы с но тем не менее сведение было закончено альбом вышел и слава богу все хорошо после записи этого альбома артиста поехали в тур естественно с альбомом the ladder и в туре были уволены два человека из группы с это замечательный парень клавишник игорь хорошев который только на этом альбоме стал штатным членом группы до этого на альбоме open your eyes он был еще нанятым клавишником на ледер он уже штатный член группы и видимо так обрадовался что нехорошо повел себя во время гастролей в отеле выпил лишнего вроде бы так и был уволен ну и били шерман тоже ушел из группы ничего страшного не случилось есть продолжали существовать и все было здорово а игоря хорошего мне очень жалко это наш русский парень который всю жизнь мечтал он даже не мечтал работать съезд он просто очень любил музыку группы ес и андерсону попала демо-кассета которую который хорошев рассылал в разные места он очень любил группу ес и играл соответственно все партии ес выучил их давным-давно наизусть все что играл лейкман все все что было записано есом андерсон послушал и сказал этот парень нам подходит его взяли ну взяли сначала нанятым музыкантом потом он вошел состав был но что касается музыки здесь мне нравится практически все вообще это идеальный поп-альбом у ес есть несколько поп-альбомов вот это 90 125 еще там парочка который мне могу сказать даже не я и то есть ес я люблю вообще но ведь альбом я слушаю реже чем чтобы то ни было из ес но вот этот пластинка это что она поп в полном смысле слова поп-музыка исполненная классными музыкантами в стиле ес естественно очень легкая но есть пара песен которые я слушать не могу в принципе это файнали который длится 6 минут какой-то такой странный хард-рок есовский все в порядке андерсон поет все хорошо никого обидеть не хочу прекрасно играется крис сквайр прекрасно играет стив хау прекрасно играет хороших на клавишах замечательно но чего-то как-то мне совсем она не не зашла и вообще в принципе единственная песня здесь такая есовская чисто настоящая есовская настоящие ес это home home world home world home world the ladder которая открывает альбом девять с половиной минут это классика это просто вот как будто там слушаешь going for the one или что-то такое только в современном виде уже с другим продюсером современным звуком современным темпом все здорово начинает андерсон запела задавая сразу и ритм и тональность и мелодическую линию все задает это несколькими фразами голосовыми и потом начинается вот это сказочное путешествие по музыке ес которая длится почти десять минут прекрасная песня замечательная потом it will be a good day deriva 5 минут уже какая-то такая настроение поп-музыки очень качественно очень сложный очень умный но такой что-то странное чувствуется что-то как-то как-то это альбом тормата хотя тормата намного сложнее намного интереснее то есть это туда в сторону куда-то такого такого большого попа большой поп музыки ну а на второй стороне начинается уже полное безумие lightning 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 strikes карибские просто карибские пляски начинается на акустике стивом хау потом врубается вся группа с прямым басом с прямым с прямыми ударными с прямой бочкой кстати то что было на предыдущей стороне на второе вещи уже такую и развеселые карибские пляски очень на самом деле здорово и весело но не очень похоже на из канай следующий номер полторы минуты это кусочек андерсон поэт кусочек из альбома fragile такие воспоминания о былом когда-то мы играли такую сложную музыку и пели и уходит уже в абсолютное просто безумие face to face это еще круче чем lightning strikes это уже совсем просто такой face to face это уже не карибские пляски это уже какие-то пляски просто высоко духовные и и требующие очень больших физических затрат но при этом это есть я уже говорил что это все равно очень хорошая музыка очень интересная но передохнуть можно на iphone ли у нее следующий номер песня написанная андерсом для собственной жены абсолютная высококачественная красивая сложная и очень доходчивая поп-музыка безумной красоты напевать ее хочется запоминается она легко при этом она высокоинтеллектуальная по мелодии по гармонии хотя там достаточно все в общем ложится на ухо сразу ну как моцарт примерно до или как битлз хорошая но опять-таки куда-то ес старый куда-то где-то он в прошлом to be alive help я да следующий номер с экзотическими звуками экзотических инструментов которые я с там навезли целый грузовик вроде бы я читал что-то такое про это какой-то был у них восточный музыкант нанят который всем этим делом распоряжался и играл эти штуки но все равно танцы никуда не делись вот эти карибские танцы они здесь остались несмотря на экзотику несмотря на все дела но и про файна ли я уже говорил вдруг после вот этих вроде бы вроде бы таких вот уже усложнений каких-то восточных как они влепили вот этот файл или с адским басом криса сквайра он кстати здесь играет очень много на всем альбоме крис сквайр у него изумительные партии сложная он очень много очень быстро играет на бас-гитаре здесь просто с первой вещи до последнего него басовая партии изумительное совершенно в отличие от хорошего которому развернуться не далее он больше играет какие-то такие подкладочные вещи таких соло вейкмановских здесь нет вообще у него но его слышно он все на месте в нужное время в нужном месте нужными тембрами играет и орган у него и мук там и синтезаторы другие все это звучит фортепиано все есть вообще прекрасный музыкант the messenger the messenger не очень помню эту песню но вот new language она девять с половиной минут она сложная закрученная на папа же хотя она и тяжелая достаточно тоже так как в какой-то hard rock даже местами сваливается но она рифмуется наверно с 1 с этой вот самой home world the ladder и рифмуется в том смысле что она отсылает к старому из опять 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 вот вот эта красота вот эти вот роджера диновские вот эти вот строения и за же все это в этой песне есть и последние nine voices это уже привет из песни wonderful stories is going for the one тоже 12 струнная гитара небесный голос андерсона и это уже как будто мы снова в конце 70-х годов хотя песня короткая но она намекает на то что если никуда не делись если все те же мы можем так мы можем и поплясать можем погреметь можем и хард-рока дать но в принципе мы остались те же ребята не уходите это не последний наш альбом будет продолжение а пока наслаждайтесь и отдыхайте под the ladder название песни название альбома the ladder лестница она отсылает нас к лестнице которую построила йоко вона на одной из своих выставок выставок по лестнице надо было подняться чтобы увидеть крошечными буквами написанное слово с до смысле икона не имела в виду группу с она пусть такой вот объект художественный создала и музыканты про это знали и назвали пластинку с до ледер я пошел пить пока